Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Я долгое время, впечативаю, пытаюсь заставить себя любить своих родителей. Понимаете, вот здесь, наверное, первая ошибка, которую вы совершаете, даже не ошибка, а то, что всегда будет причинять вам дискомфорт. И вред. Дело в том, что, видите ли, нельзя любить насильно. То есть, любовь либо есть, либо её нет. И если вы свою маму не любите, значит она не привела вам любви к себе. Значит она не стала для вас той, кого можно и, что самое главное, нужно любить. В свою очередь, это означает, что вы не должны любить её, если вы её не любите. Тут момент такой, либо вы неправильно понимаете любовь, то есть понимаете её не как любовь, а как, ну например, что-то другое. Либо у вас есть какая-то мотивация, мотивация любить свою маму, своих родителей, например, да, ну как вы говорите, вот, кроме, кроме отца. Да? То есть мать и дед. У вас есть мотивация их любить. То есть именно собственная заинтересованность в том, чтобы этих людей как-то вам, ну, любить, собственно. Торкость вся заключается правда в том, для чего, зачем, почему вы хотите любить свою маму, например, во что бы то ни стало. То есть откуда у вас такая потребность? Что, вот когда вы говорите, что я пытаюсь заставить себя любить. Чем вы движены в этот момент? Какие мысли у вас в этот момент? Чего вам хочется в этот момент? Если я правильно вас понял, вы хотите полюбить свою маму для того, чтобы она, наконец, дала вам ту любовь, которая вам, ну, так и нужна сейчас. На данный момент. У меня вопрос. А может ли она дать вам ту любовь, вот, собственно, которую вы хотите? Есть ли у нее ресурсы для того, чтобы дать вам эту самую любовь? И если вы пытаетесь маму полюбить для того, чтобы получить что-то самостоятельно взамен, то, к сожалению, ничего из этого не выйдет, потому что любовь это то, что дается абсолютно безусловно. То есть, грубо говоря, если вы пытаетесь полюбить свою маму для того, чтобы получить что-то от нее, то вы всегда будете испытывать разочарование, потому что она не будет давать вам того, чего вы хотите, того, что вам нужно от нее, например. Например. Следующий момент. Моя проблема в том, пишите вы, если я постоянно раздражаюсь и гневаюсь на маму за ее поведение, отношение к жизни и тому подобное. Хорошо. Гневайтесь на маму. Опять же, этот гнев, это проекция. То есть, по сути, если вы гневаетесь на маму, значит, вас эта ситуация с мамой как-то задевает. Что-то вас в ситуации с мамой задевает. И тонкость вся в том, что именно и почему вас задевает. Что именно и как вас задевает. Что именно и по какой причине вас задевает. Понимаете? В чем дело? Вот если вы для себя эти моменты постараетесь понять, если вы для себя эти аспекты постараетесь выделить, то в этом случае, я полагаю, вы сможете вполне легко, вполне адекватно, значит, ну, собственно, избавиться от гнева. Потому что пока, пока что ситуация складывается именно так. Что вы не очень знаете вообще причину своего состояния, причину своего гнева. Гнев это раздражение, гнев это означает, что вас что-то выводит из себя, вас что-то напрягает, вас что-то, значит, задевает. То есть вот природу именно ваших негативных переживаний, природу именно ваших негативных эмоций нужно выяснить. То есть именно то, почему вы так реагируете на маму. Именно вы. Из этого мы делаем, в общем-то, на мой взгляд, несложный вывод, что ответственность за свой гнев несете только вы. То есть понятно, что гнев это не проблема, если вы себя вините за его наличие, то это отдельная тема для беседы, потому что винить себя за гнев не стоит никак и нельзя винить себя за гнев, потому что если вы, ну, если вы чувствуете, что гневаете, значит, на это есть причины и эту причину обязательно нужно найти. Вот. Чтобы вы хотя бы сами в ней себе признались и чтобы вы сказали, вот я гневаюсь на маму, потому что там считаю, что она там вот такая-сякая и т.д. и т.д. Вот. Дальше идём. То есть гнев должен наконец-то выйти, значит, гнев должен обрести объект свой. Значит, никак не могу найти скрытую причину своей разразительности. Ну, смотрите, это сделать на самом деле не так просто, но и не так сложно. То есть не так просто, как, не так просто, например, для того, чтобы вы сделали это сами, да, потому что, ну, само, само и самостоятельно, действительно, такие вещи делать не так, не так, чтобы уж слишком легко. Но не настолько сложно, не настолько сложно, чтобы не сделать это, например, через диалог по видео или аудио-чату с психологом на нашем ресурсе. Хотя. Начал. Начал. В момент, когда вы испытываете злость, вам нужно проассоциировать это. То есть вот я сейчас, как бы, как бы, говорите вы себе, я сейчас испытываю злость. Почему? Что мне не нравится? Какие у меня ассоциации возникают в связи с этим? Когда я чувствовал, например, подобное, ну, подобное ощущение, да, в первый раз. Впервые. Когда я чувствовал это? Самый-самый вот первый раз. Что было тогда? Какие у меня тогда были эмоции? Какие у меня тогда были чувства? Чего я тогда хотела? Чего я тогда сдавал? И... Чего я тогда не получила? И по какой причине? Понимаете? То есть это... Такие вот... Важные моменты. Достаточно важные моменты. Если мы хотим с вами, опять же, разобраться в том, что происходит. Вот. И вот через ассоциативный ряд, вы сможете вполне спокойно увидеть, что именно стоит за вашим гневом. Что именно стоит за вашими, ну, негативными эмоциями, негативными переживаниями, да? Вот. В этом нет ничего, на самом деле, сколько-нибудь такого, знаете, запредельно сложного. Тут просто нужно приложить немножко усилий, и я полагаю, что все для вас станет понятно. Ну, вот. Дальше идем. В детстве у меня не было ощущения семьи. Мать постоянно то ли гуляла, то ли работала. Ну, давайте так. Ощущение семьи, по вашему мнению, да? Это что? Что? Вот. Что такое ощущение семьи? Как, как, ну, например, вы его, допустим, понимаете? Вот сейчас, на данный момент. Как бы вы могли описать вот это вот чувство, ну, ощущение семьи? Вот. Как бы вы могли его охарактеризовать, вот это чувство. Понимаете? Как, какая тонкость? То есть, нужно, чтобы вы постарались понять, сами для себя, хотя бы. Так, а что же для меня семья-то? Чего я хочу, собственно? Говоря. Понимаете? Какая тонкость. И, тогда вам, опять же, самой будет, будет легче. Если вы сможете определить, что для вас есть семья, если вы сможете увидеть, что для вас есть, вот, собственно, идеальная семья, как вы ее видите, то вы сможете для себя, по крайней мере для себя, сформулировать то, что, к чему вы будете стремиться, как минимум. Понимаете? Вот. Это важный момент. Если мы хотим действительно разобраться с вашей ситуацией. Ну вот, с ситуацией, в которой вы оказались. Для себя. Тяжелая ситуация. Которая вы оказались. Для себя. Дальше, значит, мама постоянно то ли гуляла, то ли работала. То есть, вы до конца этого, получается, не знаете. Когда проводила время, со мной мне не всегда было весело. Почему вам не всегда было весело? Почему вы считали или считаете, что вам должно было быть весело? Это откуда вот такое представление у вас имеется, да, что с мамой вам, ну, грубо говоря, должно быть весело было. Ну, а мама, она, согласитесь, мама, она не должна и не всегда может вас веселить. Понимаете? Значит, соответственно, здесь какие-то эмоции есть. То, что не всегда вам было весело. Своей мамой. Тут есть какой-то негатив на вас. Может быть, вы чувствуете себя виноватой, чувствовали, например, себя виноватой за то, что мама, ну, вот, грустит, да, за то, что мама, там, переживает, за то, что мама, там, переживает. Может быть, как-то, ну, волнуется, да, нервничает и плохо, например. То есть, вы здесь постарайтесь подумать, вот, ваши ощущения тогда, они какие были? Они, эти ощущения, с чем были связаны? Как эти ощущения касались лично вас? Вот, именно в данном аспекте, в аспекте проблематики, того, что вам не было весело. Или, может быть, опять же, вы считали, что всё дело в вас. То есть, вы считали, что это вы виноваты в том, что мама, вот, пока. Или, может быть, вы винили себя за то, что у вас нет ощущения семьи. То есть, здесь есть некий какой-то перенос, некое какое-то решение ваше, которое вы приняли тогда, в детстве. Дальше. Когда мне было 12 лет, мы переехали к отчиму-алкоголику, где прожили 8 лет. За это время я научился курить, драться, гулять и вообще вести себя не подобающе. Хорошо. Если вы говорите, что вы научились вести себя не подобающе, то почему же вы себя тогда, получается, так вели? Зачем вы себя тогда, получается, так вели? Для чего вы себя, получается, тогда, так вели? Если вы считаете это не подобающим, ну, не подобающим поведением. Давайте попробуем дойти еще дальше и спросим, а кто сказал, что это не подобающее поведение? Кто решил, что это не подобающее поведение? Не мама ли дала вам понять, что вы ведете себя не подобающим образом? Ну, так вероятно, если она переезжает к отчиму-алкоголику, то вы, наверное, логично, что станете тоже не самой примерной девочкой. Так не зато ли у вас раздражение на маму, что она, диктуя вам своим поведением, быть такой же, как она? Да, при этом, при этом, формально, ну, то есть, вот, чисто формализованно, да, она хотела, чтобы вы добивались каких-то успехов. Как бы, ждала от вас того, что вы будете лучше нее, в чем-то. Но, при этом, никаких условий для того, чтобы вы реально были лучше нее, не создавала. А наоборот, создавала все условия для того, чтобы вы, например, потерпели неудачи и доказывать, что вы такая же, как она, или что она такая же, как вы, и вы ничем не лучше ее. Не за это ли у вас раздражение? Не из-за постоянно обвиняющего голоса внутри вашего сознания у вас идет раздражение на маму, потому что именно ее голос вы слышите, допустим, каждый раз, когда с вами что-то происходит плохое. Или вы ее вините за то, что вы вели себя неподобающим образом. То есть, вы, грубо говоря, обвиняете свою маму за то, что она не принимала вас такой, какой сама же хотела, чтобы вы были. Здесь, конечно, как видите, довольно греплетенная ситуация. То есть, вы хотите одного, ваша мама хочет другого, ваша мама хочет вообще чего-то, сама не знает чего она хочет. Вот. И во всем этом крути-крутитесь вы, которая вообще не понимает, так, ну, нет, собственно, вообще, что делать, да, в этой ситуации вообще. Вот. И, естественно, у вас есть раздражение, потому что она, именно ваша мама, лечила вас комфорта, лечила вас внутренняя гармония, гармония. И эта гармония внутри, внутренне... Вами так и не была, вероятно, обречена. И поскольку вы понимаете, что мама не была образцовой матерью, то вы и продолжаете её обвинять в том, что это она в этом виновата. Да, несмотря на то, что простили её. Потому что вы-то её, может быть, и простили. Я не сомневаюсь в том, что вы её, ну, действительно могли простить. Но я также знаю и то, что вы могли её простить, но, по-прежнему, не взять ответственность за себя в этой ситуации. То есть, ответственность за то, что это вы, как бы, вы сами, вы сами ответственны за то, что с вами произошло. Не мама ответственна, а мы. Что это вы сделали свой выбор, эээ... Действовать определенным образом. Ну, вот так, как вы действовали. Что это вы решили, там, грубо говоря, пить, курить, браться, гулять и т.д. Простите, если я добавила себя немножко здесь. Ну это я образно, да, то есть я не думаю, что здесь это имеет через чуть большое значение. Вы, я думаю, понимаете, о чём это речь всё равно. Вот. Знаете, какая история стоит? Ситуация в этом и заключается, что вы обвиняете как бы маму свою за то, что она вот сделала, грубо говоря, с вами. То есть вы до сих пор подсознательно считаете её, ну, виноватой в том, что с вами происходит. Вот. То есть вы считаете её виноватой за то, что вы себя вините в каких-то вещах. Вот. Дальше, дальше идём. Значит, так. Так, вообще, так, сейчас мне 24. У меня ребёнок и полностью самостоятельная жизнь. Интересно, что вы сказали, что у вас ребёнок. То есть ребёнок есть, а как насчёт вашей семьи, как насчёт мужа? Почему так достаточно быстро, рано вы родили? Зачем? Значит, я до сих пор не могу понять, как мне изменить моё отношение к матери и научиться с ней спокойно общаться с нормальными людьми. Ну, опять же, здесь не совсем понятна мотивация. То есть для чего вам это нужно? С какой целью вы хотите заставить себя любить своих родителей? Да, мне интересно, что вы говорите про маму только. Вот. Но любить-то вы не можете, как я понял, ещё и своего деда, который тоже, видимо, что-то вам сделал плохое. То есть на него обиды тоже есть. Это вообще совершенно другая история, которую вы здесь не раскрываете. Но газ, которые на вас при этом влияют не меньше, не менее сильно. Вот. То есть постарайтесь и на эту тему также подумать. Вот. Соответственно, соответственно, что я могу сказать. Разбор детско-родительских отношений и отграничивание себя от них – это процесс. Это процесс. Это задача. И понятно, что вам сейчас живётся нелегко. Это понятно. Но и вы тоже, в свою очередь, постарайтесь понять такую вещь. Что без запроса, ну вот именно с вашей стороны, да, без запроса, без понимания того, с чего именно вы хотите помочь вам будет довольно сложно. Это так называется контракт. Чего я хочу, да, контракт, что я хочу вообще для себя. Понимаете, какая сторона. Вот. Поэтому постарайтесь определиться вот с этими моментами сперва. Вот. И уже, соответственно, дальше, в дальнейшем, если у вас будет желание, мы можем с вами поработать. Необязательно я, любой эксперт, которого вы выберете, мы можем с вами поработать на эту тему. Вот. Так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, на ваш. Значит, надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Если вы оцените его. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Давайте сюда уже.